Приветствую вас, я не очень понимаю, какие именно вопросы вы обсуждаете, и на какие именно вопросы вы не получаете ответа. То есть, что это за вопросы быта, что это за вопросы, значит, совместного, так, наших отношений в целом, что это за вопросы, какой характер они, ну, значит, если я, например, хочу пищевые обсудить с ней и выяснить что-то, что мне, например, не нравится, мне приходится по несколько раз задавать один и тот же вопрос. Я полагаю, что дело связано с тем, как вы задаете свой вопрос, я полагаю, что момент связан с формой того, как вы преподносите своё недовольство, например, девочке, вот. Я полагаю, что тонкость здесь связана именно с тем, как вы выражаете свои чувства, вот. И на данный момент вы, судя по всему, делаете это так, что девочка воспринимает это как угрозу, как давление на себя, вот. И, соответственно, я полагаю, что вам нужно менять форму, как-то по-другому с ней разговаривать. Вот, это первое. То есть, да, понятно, что нужно консолидировать форму выражения вашего, ну, мнения, ваших чувств и так далее. Вот, без консолидации не получится контактным. Вот. Далее, если вы видите, что она долго молчит, да, и потом срывается, то, соответственно, здесь тонкость в том, так, а может быть, не нужно её... доводить до такого состояния. То есть, если вы видите, что она молчит, да, вот. Зачем вы продолжаете на неё давить? Вот. Это очень похоже на психологическую игру, например, скандал. Обязательно, обязательно почитайте о ней в интернете. Вот. Я думаю, вам это будет не лишним. Вот. Это, значит, в том, что касается вот именно аспектов вопросов. С другой стороны, с другой стороны, девочка, она была такая, наверное, с самого начала вашего знакомства, с самой первой встречи. Вот. И по какой-то причине вы её приняли, не смотря на такие её особенности, да? Даже стали жить с ней вместе, вот. Но что случилось потом? Вопрос. Что случилось потом? Что произошло? Вы перестали её принимать? Вы хотите её поменять? Понимаете? Какая история. Ну, можно поменять, если она этого хочет. А если не хочет, что делать? Тогда. Что делать, если она не хочет меняться? А она, судя по всему, не хочет этого. Ну, или боится, или не хочет, в принципе. Не важно. Вот. И получается, что у вас, получается, что у вас ваши чувства изменились. Получается, что ваши чувства стали другими. Получается, что вы стали иначе к ней относиться. Либо вы чего-то не предусмотрели, да? То есть, не предусмотрели последствий, которые, ну, которые будут иметь, вот, особенность девочки такого типа. Либо вы стали к ней просто по-другому относиться. Может быть, менее тепло. Может быть, ваши чувства к ней проходят. Ну, я, опять же, не утверждаю этого наверняка, да, но такое может быть. Вот. Ага. Что касается девушки, то ей нужно обратиться к психологу для проработки своих проблем, если она действительно хочет меняться. Вот. Я думаю, так. То есть, по-другому девочке вы не поможете. Ну, и вам нужно до нее донести мякость, что вы ее любите, что вы хотите с ней быть, но, как бы, вот, ее проблемы, да, не позволяют, значит, разговаривать. Вот. Что, безусловно, не может быть чем-то короче. Вот. То есть, можно спросить у нее, как она видит, например, ваши отношения, да. То есть, можно, ну, можно задать ей такой вопрос, то есть, как она видит выяснение, выяснение каких-то моментов, как она вот это видит. И уже исходя из этого ориентироваться на нее. Вот. Вот так, я думаю, вам можно ответить на ваш вопрос. Вот. Но основное это все-таки то, что именно вы выбрали ее, именно вы решили с ней быть и приняли ее, а теперь, теперь получается, что нет. Теперь получается, что вы ее не принимаете. Вот это, конечно, является, ну, тем моментом, с которым нужно работать. Вот. 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 На этом все. Надеюсь, что помог вам. А если вдруг вы не поняли, если вдруг вы не смогли, ну, не смогли понять, если вдруг вам непонятно с ответом на ваш вопрос, то я добавлю. Я добавлю, что по факту, по факту, по факту, вам нужно понять, какая форма диалога для девушки приемлема. То есть, как для нее приемлемо обсуждать какие-то моменты. Вот. Кому-то, ну, форма какая-то есть. Наиболее безболезненная для нее. Пусть даже и не приемлемая, но наиболее безболезненна. Вот. И ее нужно использовать. А если вы, там, например, по-своему пытаетесь это сделать, то вопрос такой, а вы точно отношения пытаетесь прояснить? Точно какой-то вопрос пытаетесь решить? Или стремитесь доказать что-то, например, девочке? Ну, такой тоже может быть. Вот. Я надеюсь, вы понимаете. А если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи!